Что мы делаем, чтобы на концерте наш микс стал более ровным, плотным, читаемым, насыщенным, драйвовым? Но из-за чего вдруг он становится вялым, монотонным, однообразным и плоским? Почему результаты могут быть такими разными? Компрессия – инструмент мощный и требует аккуратного применения. Об этом мы поговорим в нашем сегодняшнем занятии. По большому счету компрессор – это автоматический регулятор уровня сигнала. Он помогает сгладить перепады уровня сигнала, перепады громкости. Мы продолжаем работать с нашим вокалом с предыдущего занятия. Он уже атакуализован. И давайте посмотрим, что может сделать компрессор с ним. Мы послушаем вокал без компрессии и с компрессией. КОНЕЦ Итак, что такое компрессор? Это прибор, который позволяет сгладить выбросы сигнала, всплески, сделать вот эти перепады менее контрастными. В отдельные моменты времени некоторые инструменты могут выпрыгивать из микса, потом они могут теряться. И мы не можем следить постоянно за их уровнем. И мы прибегаем к помощи компрессора для того, чтобы сделать микс более стабильным, более ровным. Одно из свойств компрессора – уплотнять звучание тембров за счет того, что громкие звуки становятся тише, тихие звуки становятся громче. Это позволяет нам слышать все инструменты лучше. Но если говорить более техническим языком, то компрессор – это автоматический регулятор уровня сигнала. Он следит за уровнем сигнала и сглаживает его колебания. В те далекие времена, когда не было компрессора, его работу выполняли вручную, изменяя уровень фейдера. Давайте я попробую это сделать. Я попытался вручную сгладить вот эти броски громкости и попытаться в режиме реального времени всаживать вокал в микс. Но скорость моей реакции не такая хорошая, как скорость реакции компрессора. И у меня это получилось совсем не так, как мне хотелось бы. Компрессор имеет пять основных параметров настройки. Threshold – порог. Ratio – степень сжатия. Gain – дополнительное усиление. Attack – время атаки. Release – время восстановления. Эти параметры вы можете встретить в большинстве стандартных приборов, в том числе и в цифровых микшерах, и в аналоговых отдельных устройствах. А сейчас я бегало покажу работу этих основных пяти параметров, затем мы детально, подробно рассмотрим каждый из них по отдельности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное из этих параметров – Threshold и Ratio. Амплитудная характеристика визуализирует эти параметры. Компрессор работает так. Есть некий пороговый уровень, который задается регулятором Threshold. Пока уровень сигнала ниже порога, компрессор совсем ничего с ним не делает. Можно считать, что компрессор не включен в цепь. Как только уровень сигнала превышает пороговый, компрессор начинает ослаблять сигнал. И он работает только в сторону ослабления. Чем сильнее мы выше порога, тем сильнее компрессор придавливает сигнал. Степень ослабления мы можем отследить по индикатору Gain Reduction. Я сейчас продемонстрирую работу этих параметров на примере своего голоса. Мы видим… Я сейчас регулирую пороговый уровень. Вот я его опускаю. И мы слышим и видим, как компрессор начал реагировать. И начал дергаться индикатор Gain Reduction. Чем ниже вот этот столбик, тем сильнее компрессор давит сигнал. Можно считать, что этот Gain Reduction – это его внутренний фейдер. По умолчанию он находится в положении 0 дБ и ничего не делает с сигналом. Если компрессор вмешивается в сигнал, то мы можем это отследить по индикатору Gain Reduction. И мы можем видеть в реальном времени степень ослабления в дБ, которую он вносит в данный момент в сигнал. С точки зрения компрессора сигнал можно разделить на две составляющие. То, которое выше порогового уровня, и то, которое ниже порогового уровня. Компрессор реагирует только на ту часть сигнала, которая превышает пороговый уровень. Ratio определяет степень компрессии. Чем больше этот параметр, тем сильнее компрессор вмешивается в сигнал. Придемонстрирую на своем голосе. Установим порог так, чтобы компрессор срабатывал. Я увеличиваю Ratio, и мы слышим очень сильно сдавленный голос. Уменьшаю Ratio, и он практически не срабатывает. Степень ослабления, напоминаю, можем следить по индикатору Gain Reduction. В результате компрессирования средний уровень сигнала падает, и параметр Gain позволяет нам восстановить громкость сигнала, который ослабляется в результате компрессии. Если у нас Gain будет на уровне нуля, я выключаю компрессор. Мы слышим, что у меня достаточно громкий голос. Включаю, становится тише. И для того, чтобы вернуть на место уровень, я добавляю Gain. И сравним теперь с увеличенным Gain. Выключенный компрессор, включенный компрессор, средняя громкость одна и та же. Нам это нужно для того, чтобы в результате включения компрессора музыкальный баланс в нашем миксе не изменился. Изменение Gain не влияет ни на Trish Hold, ни на Ratio, и не влияет на то, как компрессор, собственно, компрессирует сигнал. Как компрессор работает в реальной жизни? Давайте вначале послушаем вокальную партию без компрессора. Подумайте, что вам не понравилось. Если внимательно послушать микс, вокал или проваливается, или выпрыгивает. Он звучит достаточно нестабильно по уровню относительно всего остального микса. Послушаем еще раз то же самое. Но мы бы хотели, чтобы это звучало вот так. Что изменилось? Микс стал ровнее, слова стали разборчивее, компрессор ослабил выпрыгивание над пороговым уровнем, всплески нам перестали мешать, а провалы перестали пропадать в миксе. Теперь давайте я попереключаю еще раз компрессор, чтобы вы еще лучше это заметили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и в следующем видео. Как нам настраивать компрессор? В любом случае, в начале нам нужно выстроить музыкальный баланс. То, что мы делали перед настройкой эквалайзера. Сейчас мы познакомимся с методикой, которая вам позволит лучше изучить компрессор, но она может вам не помочь во время концертной работы, потому что она очень сильно замедляет процесс. Такой методикой вы должны пользоваться, когда у вас есть достаточное количество свободного времени, либо когда вы попытаетесь в студии изучить работу этого компрессора. Мы будем вводить его в достаточно экстремальные режимы. То, на что у вас не будет возможности во время концерта, во время саундчека. Но это вам поможет лучше понять особенности его работы. Для начала нам нужно задать пороговый уровень сигнала. То есть это первый параметр, который нам надо настроить. Это Trash Hold. Нам надо понять, где, в какие моменты возникают вот эти всплески нежелательные, которые висят над миксом и которые мешают слушать микс и забивают собой все остальное. Для того, чтобы нам лучше и более точно настроить Trash Hold и понять, как именно изменение порогового значения влияет на результат, Ratio сейчас мы поставим на максимум. Компрессор будет работать в режиме перекомпрессии. Это будет слишком сильно, слишком много. Но в таком виде мы в режиме увеличительного стекла и лупы сможем лучше понять порядок настройки и работу параметра Trash Hold. Сейчас мы порогом нащупали всплески и, скажем так, нащупали сигнал. Компрессор начал реагировать. Но перепады уровня сейчас слишком большие, даже в режиме перекомпрессии. То есть порог пока слишком высоко на сторону. Идем дальше. Мы настроили порог на более низкий уровень. И мы заметили, что на тихих фразах компрессор не реагирует на сигнал. А на тех громких, которые раньше выпрыгивали и нам мешали, он начал прижимать. Но еще раз обращаю внимание сейчас, пока он прижимает слишком сильно. Идем дальше. Попробуем еще ниже установить порог. Мы видим сейчас компрессор. При любом, при любой ноте, при любом вокальном звуке срабатывает. Я думаю, что это слишком низкий уровень. И в таком виде даже при нормальном значении ratio мы получим слишком сжатый и сдавленный звук. Сейчас вы слышите, как плоско и безжизненно может звучать сильная перекомпрессия. Возвращаем порог на предыдущее значение. Пороговое значение нам нужно устанавливать таким образом, чтобы компрессор входил в свой режим компрессии только тогда, когда всплески уровня сигнала начинают нас беспокоить. Это консервативный подход к настройке компрессора. Есть и другие варианты, особенно в каких-то особо студийных миксах, супер студийно-американских миксах, мы можем услышать вокал очень сильно закомпрессированный в самую такую лепешечку. Консервативный подход вам поможет избежать перекомпрессии и получить достаточно интересный музыкальный результат. Когда вы познакомитесь с компрессором получше, вы можете быть смелее. Но начнем мы именно с того, что будем срезать только те верхушки, которые нам действительно мешают. Теперь мы перейдем к настройку параметра Ratio. И перед этим я хотел бы поговорить с вами о музыкальном движении, о груве. В наших партиях, в этой вокальной партии, вот эти всплески, которые нам мешают, с одной стороны это то, что разрушает цельность микса, а с другой стороны это то музыкальное движение, которое составляет нас двигаться в такт музыке. И это та ритмическая составляющая в вокальной партии, которая дает жизнь. Если мы сделаем звук очень ровным, очень гладким, грув пропадает. Сейчас я включу сигнал с компрессией, послушаем, потом включу без компрессии. И обратите внимание, как в музыку, как в вокальную партию вернется грув, несмотря на то, что сейчас он нам мешает. Выключаю компрессор. Субтитры создавал DimaTorzok Наша задача при настройке Ratio добиться того, чтобы с одной стороны в нашей партии, которую мы настраиваем, осталось достаточное количество грува, которое вы сейчас увидели, появилось, а с другой стороны, микс стал более ровным, и наша партия лучше вписалась в контекст, так как это происходило при максимальной компрессии. Нам нужно найти баланс между контролем и выразительностью. Попытаемся это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Я уменьшал значение Ratio от максимального до 5 к 1, и пока что компрессор достаточно сильно передавливает звучание. Будем уменьшать Ratio дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Где-то в районе двух с половиной или трех мы имеем уже более близкий результат к тому, что хотелось бы. Давайте еще уменьшим Ratio. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас у нас ratio было 1.5, и мне кажется, в таком виде компрессор не выполнял той задачи, которую мы поставили. Поднимем ratio до того значения 2.5-3, поищем где-то так. Но еще, я думаю, вы заметили, что мы уменьшили ratio, и нам захотелось немножко опустить порог, потому что стало меньше перекомпрессии, и мне, например, стало понятно, что я бы хотел, чтобы и более тихие звуки тоже подвергались его воздействию компрессора. Мы сделали один шаг в сторону настройки компрессора, но что сейчас мы имеем? У нас есть срезанные верхушки, срезанные пики, которые нам не мешают, но те слова, тихие фрагменты, которые были провалены до компрессии, провалены и сейчас. Ничего с ними не произошло, потому что компрессор не влияет на эти фрагменты. Мы хотим их подвытянуть, и теперь мы можем регулятором gain добавить немножко усиления. Тихие слова стали громче. Но верхушки снова начали выпрыгивать. Нам нужно снова подстроить треш-холд. Ну и мы видим, что мы вошли в некий такой итеративный процесс, то есть в процесс, когда мы начинаем немножко ходить по кругу. Вначале построим один параметр, другой параметр, третий параметр. Мы снизили порог и получили больший контроль вокальной партии, но есть некое ощущение сдавленности. Попробуем чуть-чуть уменьшить ratio. К сожалению, 2 мне не дают нужной степени контроля. Мы видим, что голос становится непослушным. Все-таки это скорее 2,5, и мы подрегулируем еще немножко треш-холд. Ну и сейчас мы получили достаточно сильно скомпрессированный голос. И здесь нам нужно вспомнить и подумать о неких музыкальных традициях. Это некий англосаксонский поп-рок, в котором, если внимательно вы слушали треки, диски, разные записи, в этом стиле достаточно сильно применяется компрессия. И мы пойдем по этому пути. То есть стилистически вот эта достаточно сильная компрессия, она соответствует музыкальному жанру. Если бы это был джаз, наверное, это был бы перебор. Но здесь вполне нормально. Мы рассмотрели динамические параметры компрессора, треш-холд и рейшоу, которые влияют на степень, скажем так, динамики, на ту степень, как сильно компрессор срабатывает. Но у него есть еще два важных временных параметра – attack и release. Они определяют его поведение во времени и, скажем так, форму его огибающей. И изменение этих параметров позволяет достаточно сильно повлиять на музыкальность его работы. Attack – это время атаки в миллисекундах. Определяет скорость, с которой компрессор реагирует на нарастание сигнала. Малое время атаки обозначает быструю скорость срабатывания компрессора. В режиме малого времени атаки компрессор успевает убирать пики быстрее, чем они возникают. И мы получаем очень плотный, очень сдавленный, очень контролируемый звук. Сейчас работу временных параметров мы также будем изучать в режиме большого ratio, для того, чтобы вы лучше услышали нюансы. И когда вы сами будете это делать, я вам советую часть времени попытаться поработать именно в таком режиме. Пусть это будет перекомпрессия, но вы очень четко поймете разницу при различных настройках. Слушаем работу компрессора при малом времени атаки. Вы заметили, ни одна мышь не проскочила, ни один маленький всплеск не прошел незамеченным, не прошел без компрессии. А теперь мы увеличим время атаки, поставим его на самое большое значение, 120 миллисекунд. И что будет происходить? Некоторые быстрые фрагменты будут успевать выскочить быстрее, чем на них успеет сработать компрессор. И они пройдут вместе с сигналом. И мы услышим намного более динамичный вокал. Мы услышим, как появились некоторые дополнительные выбросы. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, насколько по-разному компрессор звучит при быстром времени атаки и при медленном. И мы, опять же, имеем выбор между контролем и между выразительностью. Для каждого инструмента есть свое оптимальное время атаки компрессора, при котором он подчеркнет его с самой интересной стороны. Но понятно, что это также зависит от музыкального стиля. Попробуем найти нужное для нас время атаки. Я буду уменьшать от максимального шаг за шагом. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уменьшили время атаки от 120 миллисекунд до 50. Но пока что я не получил нужной степени контроля. Мы учитываем, что у нас рейши максимальный и у нас перекомпрессия. Но при таком времени атаки у нас нет не то, что даже перекомпрессии. У нас просто нужной степени компрессии не наблюдается. Поэтому мы продолжим уменьшать время атаки. Мы уменьшили время атаки от 50 до 20 миллисекунд. Но пока что вот этого шатания слишком много. Идем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уменьшили от 20 до 10 миллисекунд время атаки. И компрессор начал подчеркивать дикцию. Это уже ближе к тому, что надо. Мы начали более явно различать слова. Сравним сейчас 10 миллисекунд с нулевым временем атаки. Я надеюсь, вы очень хорошо услышали разницу. Но я так скажу, что это пока все равно великоватое время атаки. Потому что вот эта дикция подчеркивается неестественным образом для уха. Попробуем еще уменьшить время атаки. Пять миллисекунд звучит уже более интересно для меня. Давайте еще проверим пару значений. Три миллисекунды и одну миллисекунду. То есть сделаем выбор. Из этих трех вариантов 5, 3, 1 я бы выбрал 3. Потому что здесь дикция подчеркивается, но звучит достаточно мягко. Вариант с временем атаки 1 миллисекунда. Уже слишком сильно съедает слова. Пять миллисекунд. Они выпрыгивают слишком заметно. И контроля у нас маловато. Если у вас есть время, вы можете более детально слушать. И уже думать там 3,5, 2,5, 2. Я считаю 3 миллисекунды вполне неплохое время атаки мы подобрали. Хотел бы, чтобы вы запомнили оптимальное время атаки для вокала. В большинстве случаев составляет от 2 до 5 миллисекунд. И оно еще зависит от модели компрессора. Разные компрессора работают по-разному. Послушаем. Три миллисекунды еще раз. Три миллисекунды еще раз. Три миллисекунды еще раз. Я все-таки выбираю мягкость. Три миллисекунды звучат достаточно мягко. Я сейчас переключал между разными вариантами. У нас была и одна миллисекунда, и пять, и большее значение. Но я выбрал три миллисекунды. Ваш выбор вы обосновываете вашими пожеланиями, вашими потребностями, вашими вкусами. И здесь все, что могу вам подсказать и помочь. Слушайте музыку. Не просто слушайте музыку, но слушайте музыку в музыке и думайте, что вы хотите сейчас сказать. Вы хотите сказать что-то мягко или вы хотите сказать что-то активно. Вот эта песня, она мягкая, голос звучит мягко. Я решил действовать в более мягком направлении. Мы настроили время атаки. И теперь переходим к настройке времени восстановления. Параметр release. То есть определяет скорость, с которой компрессор восстанавливается при убывании сигнала. То есть сигнал спадает, и компрессор свой фейдер возвращает на место на положение 0 миллисекунд. И вот скорость этого возвращения регулируется параметром release. Он также позволяет подчеркнуть атаку в сигнале, но за счет другого механизма. Если мы делаем компрессор более медлительным с точки зрения атаки, то на фоне среднего уровня у нас начинают проявляться быстрые всплески, быстрые фрагменты. Представим, что сейчас у нас время атаки минимальное. И мы рассматриваем время релиза. Ни один всплеск, ни один пик не проскакивает. Если у нас время релиза быстрое, всплеск проскочил, компрессор его ослабил и быстренько возвращается назад. За счет этого провалы не подвергаются компрессии. Если мы установим время релиза на какое-то значение, достаточно большое, то после некого подъема, который будет следовать, компрессор не успеет вернуться в свое максимальное усиление, в свои 0 дБ плюс тот гейн, который указан. И провал, который следует за всплеском, также некоторое время будет ослаблен. Это приведет к тому, что пики на фоне этих провалов станут более заметными, несмотря на то, что они сами будут подвергаться компрессии. Давайте посмотрим работу компрессора при малом и большом времени релиза. Время атаки будет установлено на минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы заметили, что увеличение времени релиза привело к большей заметности атаки. Конечно, это случилось за счет того, что ямы, которые есть в нашем сигнале, провалы, они удлинились, средний уровень сигнала стал еще тише, но при этом он стал более выразительным. Конечно, при таком времени, которое было установлено сейчас, это все работало слишком медленно, слишком хлюпало. Но давайте я настрою оптимальное время релиза, попробую большое, попробую маленькое, и найдем некое золотое значение, которое позволит нам получить нужную динамику. В районе 400 миллисекунд и в районе 200 миллисекунд пока что шатание слишком сильное. Продолжим уменьшать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 132. Ну, звучит достаточно интересно. У нас есть какое-то нужное для нас движение, при этом без слишком сильных ям. Продолжаем уменьшать. 83 миллисекунды. Ну, звучит достаточно плотно. Я думаю, это ближе к духу американского поп-рока. Поставим теперь какое-нибудь маленькое значение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы видим, что вокал стал слишком ровный, и в нём потерялась выразительность. Вернём на интересное для нас значение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки, мне кажется, в районе 80-ти это то, что нам надо. Теперь добавим к этому наше время атаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что сейчас компрессор делает именно то, что надо, да, с точки зрения его временных настроек. Мы с помощью настройки attack и release получили, как бы, дополнительную музыкальную поддержку грубого вокала. И теперь вернём ratio на нужное для нас значение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отключим компрессор. Послушаем, что было до. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы слышим достаточно нестабильное звучание вокала. Включаем компрессор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, вокал сейчас хорошо сел в микс. Можно, конечно, думать, нужно ли нам так сильно компрессировать. Может быть, послабее. Но это уже дело вкуса. Я считаю, задача выполнена достаточно неплохо. Но такой способ работы в боевых условиях у вас займёт слишком много времени. Для работы в реал-тайме нам нужно поступать иначе. Вы выставляете некое стандартное значение, заранее заготовленное, для атаки и релиза, которое годится для вокала. В данном случае 2-3 миллисекунды. Атака от 80 до 130-140 во время релиза. И ratio устанавливается в некое начальное значение или 2, или 2,5. То есть достаточно небольшую компрессию. Давайте установим в 2. И начнём порогом поджимать наши пики, наши всплески. И параллельно при этом немножко подтягивать гейн, если мы будем чувствовать, что вокал проседает. Поехали. 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 ну вот мы настроили компрессор достаточно быстро и всадили голос в микс мы с вами рассмотрели методику настройки компрессора ну скажем так достаточно консервативную но которая вам позволит быстро и аккуратно получить интересный результат но я хочу обратить ваше внимание на то каких ошибок вам следовало бы избежать при работе постоянно задавайте себе вопрос нет ли перекомпрессии перекомпрессия утомляет слух когда вы видели когда еще у нас был очень сильный голос становится невыразительным поэтому обязательно следите за выразительностью за драйвом и вашими настройками всех параметров и треш-холд и еще и а так и релиз ищите вот этот грув ищите этот драйв и делайте это так чтобы это интересно двигалась миксе и не мешало остальным инструментом